От ней ушедших быль живая, на миг открывший тайну тень, зовет, зовет не уставая, встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем. Но вот этот день принес мне замену Вибаста, автономной печки в машине, с которой я уже провыдрыгивался. Два дня купивший в России Вибасту, поменял ее, она не работает. Ну и как обычно, я бегом на Амазон, потому что Амазон это у нас самый крупнейший интернет-магазин, можно так сказать, в мире. Амазон мне выдвигает цену в 1350 долларов за эту Вибасту, без налогов. Плюс налоги это будет уже где-то 1400 долларов. Я тогда бегом на eBay. На eBay нахожу за 850 долларов приблизительно такую же Вибасту. Но я не посмотрел, какая у меня была. На всякий случай, хочу сказать, что у меня была куплена за 950 долларов 15 лет назад Вибаста премиум. Так, гнездо практически я уже сделал для посадки Вибасты. Теперь мне надо проводку кинуть. Проводка, видите, делится на два конца. Вот этот, значит, получается, конец уходит под кабину. А этот остается в кабине для управления этой Вибастой изнутри кабины. А это уже была какая-то STC 2000 и бла-бла-бла. Ну и, конечно, цена мне нравится в 850 долларов. Я ведусь на это. И тут я смотрю, значит, кто же продавец. А продавец, оказывается, из России, думаю, ну ладно, что, вместо того, чтобы поддерживать китайцев там или еще кого-то, поддержу продавца из России и поддержал. А тут у меня, значит, теперь китайский аппарат пришел. Вот. И поеду я его, значит, менять. Правда, у него 5000 киловатт у этого аппарата. А это значит, что будет очень теперь жарко в машине, если эта печка у меня заведется. Ну, я думаю, что она у меня заведется. Все, вот, пожалуйста. И установочная пластина. Даже глушитель есть. А вот эту посылку я получил из России. Все здесь есть. Все комплектующие проводки. Выхлопная труба, засаживающая труба. Помпа. А вот установочной пластины нет. Инсулятора, то есть прокладки нет. Пытаюсь законтактировать с этим человеком, чтобы сделать возврат. А он теперь ни на какие мои имейлы не отвечает. И вот хочешь жалуйся, хочешь не жалуйся, посмотри. Даже дистанционное управление здесь есть. Вот это китайцы. Молодцы. Ну, в принципе, та же Вебаста. Вот у нее выхлоп, здесь засос. Так что поехали устанавливать. Ну, проводка и все дела вон там, я так думаю, лежат. Так что поехали устанавливать эту машину. Ты тут коробки тоже открыл, посмотрели. Может, чего-то не хватит. Давай две входит коробки. Все равно тебя уже там развели в России. Вот, кстати, в чем преимущество у меня здесь, в том, что я эту штуку купил на Амазоне. Если что не то, если вдруг что не так, то она обратно поедет в Амазон. Ну, все, тут практически одинаковая помпа. Только вот этого нету почему-то. Ну, ладно. Разберемся. Так. Что-то проводов совсем мало, я тебе скажу. Совсем мало проводов. Но это идет на аккумуляторе. Ну, ладно. Все, погнали устанавливать. На удивление, на удивление, посылочка пришла очень быстро. Я такой довольный, открываю посылку. Ну, там, конечно, некоторых сопровождающих не оказалось. Думаю, ладно, не беда. От старой-то у меня осталось. Может быть, подойдет. Если что, оно бы и подошло, конечно. Вот это, значит, вид снизу из-под кабины. Паша помог мне, надавил на болтики. То есть, надавил на весь корпус. И вышли эти шпильки крепления. Сейчас я подтягиваю. Ничего. Сложного нет. Работа, значит, у нас не сложная, но трудоемкая. Видите, где я тут сижу? Под машиной. А там кубинчик приехал гудить со своим классиком. Паша, тут у нас серьезно крыльями занялся? Я ожидаю, я же крылатый, Паша. Ну, да. И крылатый, паша, смотри. Паша, смотри. Я взял вот этот фильтр. Да, на нем, на нем должен быть этот. Ну, направление понятно. Вон, туда заходит, сюда выходит. Тут и так понятно. А я тебя что хотел спросить. Хомут надо ставить вот здесь? Конечно, надо. Я его еле натянул туда. Ну, поставь для отстрастки. Хай. Ладно, пошел ставить. Слышь, ну это чисто для отстрастки, да? Ты, он... Он так плотно зашел туда. Есть прикол в чем? Он же едет, вибрация идет. Как зашел, так и выйдет. Вот приятно слушать. Да, грамотный малайка. Ты ключик... А, ты вернул на родину. Я очень рад. Все, я поехал. Значит, траку там занимаюсь, устанавливаю это дело. Лазаю под машиной, прикручиваю, кидаю провода. Я провожу почти больше полдня под этой машиной. Включаю провода на плюс и минус. Вебаста не работает. То есть, вебаста работает. Привод вентилятора начинает работать, охлаждать колбу. В этот момент как бы должна включиться помпа, чтобы подавать солярочку в эту колбу сжигания дизеля. Этого не происходит. В этот момент начинает моргать, короче, у меня там на кнопочке, начинает моргать три раза. Три раза выдает это код. Почитаю книжку. Что такое? Три раза моргает. Короче, не зажигается свеча накала. Лет на 15 хватит этой ерунды. Сим-сим, откройся. Да, вон там, посмотри, штекер заходит в вебасту сверху. Отключай. Снимай эту крышечку, на которой там все написано. Он вот так выдергивается? Да, вверх его поднимай и все. Прям за провода поднимай вверх и все. Все, да? Угу. Все, я пошел вниз и буду тебе стравливать. Ты поднимай, а я тебе буду провода подавать еще. Она сейчас с проводами будет выходить. Майна! Вот. Все, давай. И теперь вот эти провода забирай туда. И все. И начались мои мыторства. Туда, сюда, направо, налево. На улице холода. Усиливаются. Надо ехать в поездку. Думаю, да ладно. Короче, пойду я уже по проторенной дорожке в Амазон. Выхожу в Амазон. Нахожу вот эту красную вебасту за 200 долларов. Спрашиваю людей, которые уже пользуются. Говорят, ставь, без проблем. 5 лет уже у меня работает. Отвечает мой сват. Я купил, ребята, поставил. Работает. Ну что, первую победу одержали. В общем-то, все гнезда крепления, дырочки, туда-сюда. Все совпало. Так что ничего пересверливать не надо. Хотя, вот этот аппарат намного больше. Ну, 5 киловатт. Я думаю, тут баня будет у меня в машине. Посмотрим. Хотя, что-то вот Андрею не понравилась эта штука. Говорит, что-то поцарапанное. Я ему говорю, может, сдадим. Сдадим, Андрей, как думаешь? Нет, конечно. Нет? Пролазит. Беда. Все. Пошла вода в хату. Вот, что мне надо было добиться. Позвольте лечь. Вот так вот. Да. Вот так. Вот это тоже садома. Под карпиком заправить. Короче, одеваю ее, как ребенка в детский сад. Потому что работать будет же у меня. Так, короче, здесь Андрею доверю вот эту вот остановку. А я пошел под низ. Так что, увидимся внизу. Андрей, давай чуть-чуть вот так. Ага, вот сейчас я. Ты где? Давай на печку эту, дави чуть-чуть. Есть так. Это идет туда, на батарею. Как ты вклиниваешься в этот петлево-провод? Вот через вот этот, через фишку. Тройничок там есть? А? Тройничок есть? Вот иди маленький лючок открой. А то у тебя когда вебаста будет... Вот видишь, вот куда она врезается. Вот сейчас я ее подсоединю. И все, только сейчас осталось плюсовые провода плюс кинуть и все. 200 долларов. И еще мощнее, чем вебаста, прикинь. И на воротах там столько этих, ну типа, типа фентиперсовый этот регулятор. Такой с светомузыкой. Там даже говорят, можно в казино сыграть. Да, на этом дисплее он как селарфон работает. Ты можешь выйти на казино, если тебе вот так раз, лежишь, груза ждешь долго, да? Ну там опция есть, вышел на казино поиграл. Че, не веришь? Да че-то мне это особо не интересно. Я вот с Вякиным заехал, вроде, в казино, да? За 10 минут 100 паксов проиграл, и с туда луна махну. Сука не мое. Они даже заманить не могли, но он на ручках, понимаешь, сразу уже опустили. Так, все, братуха, практически, практически, да. Блядь, настроение вообще нет, заебали. Ничего сюда не происходит. Ничего не происходит. Есть. Вот видишь тут, от старого еще заводим. Пошла. Как говорится, пошла вода в хату, да? Ну, когда я посмотрю там. Кати, ломай, скачай. Вот. Вот, в общем-то, ради этого вся борьба-то и шла. Сейчас мы замерим температуру, как он выдает. Вау, 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 покула масть. 97 по Цельсию уже выдает. 205 по Фаренгейту, смотри. Вот, покатила масть. Короче, победа. Смотри, 95, 87, 75. Смотри, 100, 121 по Цельсию, смотри, что рыет. 125 по Цельсию. На вот этой печке. На вот этой вот. Так, ты что там расчихался, я не понял. Все? Вот так вот живут дальнобойщики. Это вот тебе один тень, Андрей, из жизни дальнобойщика. Но, в окончании истории, что хочу сказать. Связался я, значит, с этим товарищем, мемейлами. И говорю, дорогой мой, ты не заработала машинка-то? Давай как-то сделаем уже возврат и деньги мне пришлешь. Все, потерялся. Нету товарища. Ну, думаю, вебасту я ему точно не буду отсылать. Почему? Потому что ни вебасты, ни денег не будет. Вот такая история.